Всем привет! Я находился в мире, в таком месте, которое называется Теотиоакан. Это фактически столица Мезоамерики. И это был очень крупный населенный пункт, по-моему, 200 с лишним тысяч человек жили. И сейчас непосредственно камера показывает на пирамиду Луны. И по центру этого города Теотиоакан проходит Аллея Мертвых. Вот она проходит от пирамиды Луны направо. И вот прямо мы видим, вот она идет. Это Аллея Мертвых. Это как бы центральная улица в Теотиоакан. И вот она идет как бы не совсем с юга на север, а такой как бы с юго-юго-юго-юго-запад на северо-северо-северо. отклонение от С примерно на 15 градусов. Очень странно построено. Вот смотрите, вот центральная аллея, она в виде таких бассейнов, то есть не одно вот шоссе, вот здесь вот шоссе по центру, да, а там вот видно, нужно чтобы пройти такие как бы как ниши что-ли выкопаны, и вот нужно из одной ниши перелезать в другую, из одной в другую, то есть это вообще не дорога, а что-то странное, непонятное. Вот, значит, я стою в вершине пирамиды, сам сейчас я покажу вам, короче, я своими сломанными коленями на нее залез, очень горд собой, и вот там вот видите, люди по центру кучкуются, это вот буквально центр, я думаю туда дойдем, постоим, может быть что-то почувствуем, это как бы пик пирамиды Солнца, которая очень большая, и в основании она точно такая же, как и пирамиды по Египте, то есть в гисти пирамида этого самого, ну в общем эти три пирамиды большие, основание такой же у пирамиды Солнца, но скаты как бы более пологие, поэтому она ниже, она как бы как вот если снизу смотреть, как бы углы ее грани, они как будто бы как загибаются плавно к вершине, и она получается по высоте ниже, хотя основание квадрата в основании пирамиды точно такое же, как у пирамиды Кизи. Значит, ну что здесь можно сказать, вот пирамида Луны на самом деле, ну то есть это понятно, те же Талтеки расцветка, то есть цивилизации Талтеков, другие всякие жили, индейские племена в свое время там, Мекки, Ацтеки и кто только не жил. Вот значит, пирамида Луна в традиции Талтеков, я имею в виду не Луны, а Луна, является воротой в Нарвене, то есть воротой в непроявленный мир. Если кто-то когда-то окажется в Мексике, будет посещать Талтеков, это фактически как бы мезоамериканский Вавилкун, да, где многие народы жили, это, так сказать, центр был фактически всей Мезоамерики, то надо посещать правильно, нужно сначала идти к пирамиде Луны, она сам как-то, человек, маршрут, надо идти туда, вот на нее залезать, она видна, на горизонте, наверное, увеличить не смогу, а, я могу выключивать, вот, видите, такие площадки идут слева и справа, прямо, вот это самое, как, я не знаю для чего, для жертвоприношения или еще для чего-то, ну, короче, сначала нужно лезть туда, потому что вначале нужно сбросить всю самую тяжелую энергию, всю грязь, всю вот эту вот, как бы, как сказать, энергию боли, страдания, усталости, вот она сбрасывается там, это, так сказать, уходит через ворота, через, лучше всего, конечно, на вершине, с верхушкой этой вот пирамиды уходит все в, потом, следовательно, с пирамидой, там, кстати, вот холм такой находится на горизонте, как раз в продолжении этой вот центральной аллеи, аллеи мертвых, потом, последовательно, нужно идти сюда, вот так, я извиняюсь, у меня газа сейчас нету, поэтому все будет трясись, немножко неудобно, но что поделать, дойти туда, и вот здесь вот начинается уже где-то, так сказать, небольшое строение, вот длинная, как бы, лезут на пирамиду Солнца, она самая большая, самая высокая здесь, здесь подзарядиться от Солнца энергией, и заканчивать нужно вот там, сейчас я вернусь, вот по этой аллеи, смотрите, влево, отсюда, кстати, не видно, ну, как плохо видно, вот такое вот по центру там строение, в конце, оно просто очень невысокое, это храм Кецалькуатля, то есть, то есть, та энергия, которая приходит уже в чистое знание, в мудрость, заканчивать нужно у Кецалькуатля. Кецалькуатля — это пернатый змей в мифологии, значит, безамериканских народов, вот, то есть, после пирамиды Солнца нужно идти туда. Я, может быть, отдельное видео там включу, там, примерно, храм Чистичка Куша, как бы, многие его чуть-чуть сохранились, там очень-таки странные абсолютно идут изображения, прямо, я сказал, инопланетные, наряду, как бы, чередуются рисунки пернатого змея с такими, с такими изображениями, которые больше похожи на инопланетные. Сейчас там покажу, включу. Ну, это все у нас в окрестностях, значит, Мексика, то есть, это, например, я остановился в Dreaming House, это в доме сновидения, это такая, значит, гостиница, в чисто мексиканском стиле, по-моему, звезда. Она находится на машине, примерно, 5-10, 10, наверное, минут. Вот, и я еду от аэропорта, вот сюда, вот, в Dreaming House, на такси, это заняло, это стоило 30 долларов, и по времени, час 10, примерно, час 15, то есть, от Мексика, сети, от аэропорта, это довольно близко. То есть, если кто-то будет посещать когда-либо Мексику, то вот это место обязательно нужно посетить. Оно, блин, от столицы Мексики, и оно, как бы, недалеко находится, и такое, как бы, знаковое, вот. Ну, тут они молодцы, что ничего не знают, все, какие у них идут, ну, эти кусты-деревья, город, ну, как бы, строение каких-то человеческих вроде как много, вот там на горизонте только у горы видно, что такие вот, и, я думаю, практически так и выглядит, как, примерно, видео там, когда пришли конкистадоры, кстати, театикуан, люди все покинули до прихода конкистадора. Я уже там точно не помню, по-моему, 14-го века, незадолго до прихода конкистадоров, они все отсюда ушли. То есть, оставили все свои строения, постройки, и вот этот город, который был там 200-200, опустел. Тоже такая, вот, что еще, сейчас у нас, значит, ноябрь, то есть, соответственно, в Москве тоже ноябрь, вот, как бы, к зиме, так, немножко прохладно, то есть, как бы, марш, солнце, ничем нельзя, он так построен, что солнце находится прямо вот над нами, не знаю, сейчас у нас закрытоты тучами, вот, солнце, и когда прямо вот тень, она как бы не падает, сейчас посмотрим, кстати, ну, сейчас тени не будет, потому что, нет, нам сейчас падает, нет, сейчас падает, но я стою, надо, в центре посмотреть надо вершины, на кто-то там совсем маленький, потому что солнце прямо над нами вот где-то в полдень, в полдень, а сейчас у нас уже за полдень, ага, вот, ну, что еще? даже не могу, что рассказать, может, включусь, давайте залезем на середину, сейчас вместе с вами полезу, ну, вернее, вы полезете вместе со мной, вот, посмотрим, что, как там чувствуется, извиняюсь, если будут дергаться сейчас все, блин, а как вы здесь залеете, здесь никак не зайти, сейчас понайдем, пока ты спуск какой-нибудь, залезем. Все, полез. Видите, они прямо на энергетическом колодце все сидят. Кстати, в Египте, насколько я знаю, запрещено залазить пирамиды, их не вот как-то три. Некоторые смельчаки сзади, если их украли, да, в Египте запрещено до конца жизни, то есть это запрещено, потому что пирамиды могут начать осыпаться. вот, вот это центр, сейчас скажу, что тут стоят люди, вот. Диана, где центр у нас? Ты прямо здесь селась? Я думаю, вот здесь, да. Сейчас мужик отойдет, я встану. Посмотрим. Все, я в центре. Не знаю, куда. Но вообще энергия чувствуется снизу идущая. Вот такая мягкая. Почему-то думал, что это штука будет просткая. Прямо сейчас я вот покажу. Вот она. Никто не знает, кстати, что находит под этими пирамидами. Очень способы пытались, значит, из космоса там их сканировать разными методами. Нашли, что, по-моему, у этой пирамиды или у пирамиды Луны была такая, как подвал, что ли, небольшой. И там нашли кости, черепа, вот. Но он не глубоко уходил. То есть история неизвестна вообще, что под ними находится. Под ними что-то может находиться вполне. Я попробую эту огромную массу, как бы, не пробить там, мне кажется. Или там гамма-излучением или еще чем-то. Вот. Такая мягкая энергетика. Очень мягкая. Я же удивлен. Пирамида солнца. Очень мягкая энергетика. Вот это вид еще. Знаете, какое-то интересное. Очень быстро усталость. Вот мы ползли. Это же необычно. Ступеньки. Вот как поднимаешь, например, по лестничной клетке. Дома. Типы прямо, как бы, большие. И совсем другой. То есть, ступенька, скажем так, она намного в два раза и два с половиной больше, чем обычная лестничная. Поэтому ногам... Как бы, ногу поднимать. И от этого очень быстро устаешь. Потому что там мышцы задействуются. Те, которые обычно задействуются, когда поднимаешься вверх. По лестничной клетке, например. Вот. И здесь... Это энергетическая подпитка, потому что... У меня вообще нет усталости. Сейчас ощущение. Когда я шел, я прям думал, блин. Долезу я, не долезу там. Ну, почувствуйте. Вот, когда смотрится видео в лиф-видико, вы фактически присутствуете в этом месте. Если будете смотреть в записи, это как фильмы смотрят. Частично это передастся, но не передастся так, когда вот в живой трансляции. Не знаю, с чем это связано. Видимо, эффект времени важен. Тоже как бы, это как пикселы, что ли. Вы сейчас в пиксельной, в этой точке находитесь, времени. Вот. А если будете в записи, то времена пиксела не совпадают. Поэтому... Ну вот, все. Вы стоите сейчас вместе со мной на вершине пирамиды Солнца. По сути, смотрим на Луну. Хотите на Луну смотреть? Вот на пирамиду Луны. Смотрите, какая она покатая. Она как бы такими ступенями, что ли, здесь. То есть, я даже не знаю, как это объяснить. Очень странная такая конструкция. Совсем не такая, как в Египте. Там просто пирамида. Там именно пирамида классическая. Здесь такие как бы скаты. Вот. Я как-то решил, что... Сошел я. Вот. Ну, в чем рассказать? Я присоединился к группе Серхио Магань. Это мексиканский шаман, который... Единственный мир, который рассказывает о Талтеках, о древних Талтеках.